Самара преображается, парк 50-летия октября благоустроит, а улицу Победа от проспекта Кирова до Елизарова отремонтируют. Дефицит медиков в поликлиниках региона. Особый спрос он усиления на педиатров, психиатров и фтизиатров. Выпускной с телезвездой. На телеканале Самара ГИС стартовала новая промо-акция. Самарский парк 50-летия октября благоустроит, улицу Победа от проспекта Кирова до Елизарова отремонтируют. Об этом шла речь на расширенном совещании, которое провел губернатор Николай Меркушкин. С просьбой привести в порядок парк и улицу главе региона обратились жители Беземянки. В прошлом году по поручению Меркушкина работы в парке уже начались. Там заменили проблемный канализационный коллектор. До следующей весны обновят знаковые объекты. Монумент солдат Победы, вечный огонь, памятную стену с именами героев Советского Союза. Очистят озеро, заменят инженерные коммуникации фонтана «Царевна-Лебедь». Всю территорию озеленят, обновят лодочную станцию, установят лавочки, урны, два стационарных туалета и антивандальное уличное освещение. Что касается комплексного ремонта участка улицы Победы, то по проекту отремонтируют фасады 32 домов, обновят тротуары и газоны, приведут в порядок скверы, дворы, детские и спортплощадки. В поликлиниках региона не хватает педиатров, психиатров и фтизиатров, сообщает областной Минздрав. Особенно дефицит кадров в сельской местности сейчас это порядка 180 врачей. Причем этот показатель заметно снизился по сравнению с предыдущими периодами. Только в прошлом году работать в селы приехали 111 медиков. Такого показателя удается достичь благодаря поддержке, которую оказывает областная власть. Молодым специалистам выплачивают подъемное пособие в размере 166 тысяч рублей. Дополнительные меры оказывают и муниципалитеты. Такие программы по привлечению и закреплению кадров приняты в Сызрани, уже третий год она действует, в Отрадном, в Чапаевске, в Кенеле. И целый ряд муниципалитетов реализует еще отдельные направления. Это предоставление жилья, это доплаты студентам, это выплата подъемного пособия, места в детских садах и так далее. Народное признание накануне дня медработника, заведующая отделением детской реанимации и интенсивной терапии Самарского областного кардиологического диспансера Ирина Козева, представлено к званию народный врач Самарской области. Андрей Горгуленко пообщался с героем нашего времени. Ирина Козева, врач-анестезиолог-реаниматолог, совершает традиционный осмотр пациентов. Работа не останавливается ни на секунду. За год через ее отделение реанимации интенсивной терапии проходит около 400 ребят. Когда Ирина начинала свою профессиональную карьеру, детская реанимация, как отдельное направление медицины, только зарождалась. Все это было на глазах моих, как это было интересно. Мы все были очень полны сил, энергии, энтузиазма. Всякие технологии новые развивались, мы их внедряли и видели, какой-то результат приносит положительный. Все больше и больше детей выживает тяжелых. Это все на глазах. Ирина спасает детские жизни уже более 30 лет. Она уверена, без поддержки коллег не смогла бы так успешно работать. Команда – это главное. Говорит, что ее окружают только замечательные люди. Коллеги отвечают взаимностью. Врач, который все эти 30 лет борется за жизнь детей, ну это стоит глубокого уважения. И последние годы идут, а борьба за жизнь все в таком же темпе, в таком же жизни, которое было в начале ее карьеры. В преддверии Дня медицинского работника Ирину представили к званию народный врач Самарской области. Но она признается, главная награда – это счастливые и благодарные родители. Когда родители видят труд наш, и как все стараются, как работает команда, они, безусловно, очень благодарны. Они хотят поддерживать связь. Очень часто в праздники какие-нибудь кто-нибудь может посетить, порадовать нас, поздравить нас. Это очень приятно. Своих пациентов Ирина Козева не забывает после лечения. Она видит, как они растут, заканчивает школу и даже женится. А ребята считают ее неотъемлемой частью своей семьи. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Профессиональный праздник отмечают и сотрудники Самарского государственного медицинского университета. Правда, многие на рабочих местах. Сегодня это не просто кузница кадров международного уровня, но и фабрика инновационных технологий. Через два года университет отметит столетие. В учебном заведении гордятся как традициями, так и современными достижениями. В структуру университета входят 11 факультетов и 80 кафедр, собственные клиники и три образовательных института. Высокий научный потенциал вуза определяют семь научно-исследовательских институтов. В университете успешно работают шесть диссертационных советов по 15 специальностям. Подготовка научных кадров в аспирантуре и докторантуре проводится по 38 специальностям. Я в целом своих коллег и студентов тоже. Я их не просто уважаю, я их люблю. Вот мы сейчас с вами разговариваем, а сотни людей, они же работают в операционных. Главная вот наша задача, я имею в виду сотрудников университета, у нас их работают 400 тысяч человек, в клинику 9200 здесь работают. Это три единые задачи. Учить, лечить и заниматься наукой. Три года тому назад, 14 в сентябре, мы создали кластер при личном участии губернатора. Вначале там было 25 организаций, которые вошли в кластер. Сейчас их 65. Я только вот проводил недавно заседание этого кластера, мы еще 10 приняли. Так что, дорогие друзья, с праздником. Замечательным нашим профессиональным праздником Днем медицинского работы. Далее коротко о других событиях дня. В Самарской области направлено в суд уголовное дело о хищении мошенниками 185 миллионов рублей у Россельхозбанка. На скамье подсудимых двое, в том числе сотрудник финансового учреждения. Всего в деле 32 эпизода. По версии следствия, деньги похищали с августа 2009 по декабрь 2012 года. Схема была проста. Кредиты оформляли якобы на развитие сельского хозяйства, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Дело будет рассматривать Похвестневский районный суд. Под Самарой на Кенельской трассе столкнулись фура и грузовая «Газель». В результате кабина малой машины оказалась смята. Водителя зажало между большегрузом и кузовом своего автомобиля. Чтобы его достать, потребовалась помощь спасателей. Пострадавшего с тяжелыми травмами передали бригаде скорой помощи. Согласно информации ГИБДД, водителю «Газели» 28 лет. Предположительно, он не выбрал безопасную дистанцию и въехал в большегруз, двигавшийся впереди. Проводится проверка. С этой пятницы должники Самарской области будут получать СМС от судебных приставов. Тем, кто не выплачивает алименты, штрафы и пошлины, будут таким образом напоминать недоимки. Проект является пилотным, отмечают в силовом ведомстве. Подобная рассылка поможет гражданам оперативно и в удобной для них форме получать информацию о возбуждении в отношении них исполнительного производства. В Самаре операторы сотовой связи предлагают организовать вай-фай на набережной площади Куйбышева у стадиона Самара-Арена и на туристических маршрутах заповедника Самарская Лука. Бизнесмены планируют провести эти работы за свой счет. Также они планируют модернизировать 200 световых опор, благодаря чему провайдеры смогут установить камеры наружного наблюдения. Это позволит привлечь дополнительные деньги в бюджет, потому что производством металлоконструкций будут заниматься на местном предприятии. Вероятность кратковременных дождей и гроз сохранится в регионе в предстоящие выходные. При этом будет умеренно тепло. Днем от 18 до 23 градусов, ночами 9-14 градусов тепла. В субботу, по прогнозам областных синоптиков, переменная облачность, а вот в воскресенье туч на небе станет значительно больше. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Жизнь за квадратные метры. В областном суде рассматривается громкое дело черных риэлторов. Пришли, увидели и сделали. Жители гвардейского переулка создают двор своей мечты. Песок не в помощь. Крылья советов проиграли первый этап чемпионата страны по пляжному футболу. Наш телеканал запускает акцию «Выпускной на ГИС». Соберите своих одноклассников, запишите видеоприглашение, загрузите ролик в социальные сети с хэштегом «Выпускной на ГИС». Набирайте лайки и просмотры. К победителям на выпускной вечер приедут ведущие телеканалы и съемочная группа. Вас увидит вся Самарская область. Подробности на нашем сайте www.samaragis.ru На этом наш выпуск завершен. Благополучия вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»